Всем доброе утро! Я очень спешу, у меня сегодня депиляция, и я на завтрак ем 2 яйца сырых, потому что даже не успеваю пожарить. Так, надо машину помыть, уже грязная, надо Артему сказать. Я обожаю сырые яйца. Я знаю, что для многих это вообще просто что-то невообразимое съесть сырую яйцу. А я вот люблю. Не знаю, конечно, как полезнее, вареные, вареные яйца или сырые, кто знает, пишите. Зашла на базар, ну, после эпиляции. Надо было там в зооотдел зайти купить кое-что для животных. И купила бразильские орехи. Такие большие орехи, они очень жирные, но очень полезные. Я сейчас еду на почту, наконец-таки я заберу свои посылки, там их две. И сейчас усиленно решаем, когда все-таки и куда мы будем ехать на мой день рождения. У нас дилемма ехать в Турцию или в Египет. Мы хотим в Египет, потому что там нам очень нравится, как вариант для дня рождения, отель один, в котором мы уже были. Нам там очень понравился, Sunny Days. Но в Египет нужно сдавать тест на ковид. И самое неудобное в этом всем, что за 72 часа до вылета нужно сделать, чтобы у тебя был отрицательный этот тест. И там на выходные не делают эти тесты. Короче, нужно подобрать вот так вот даты, чтобы сделать тест. Нет, впереди не было выходных, его быстро сделали, и на следующий день прямо вот мы должны вылетать. Ну, это на самом деле очень неудобно все. А еще учитывая, что вот тетя Ира с Андреем, допустим, они же с нами летят. Тетя Ира работа, она там не может в определенном, то есть ей нужно до определенного числа вернуться. Плюс день рождения 10 числа, нужно, чтобы мы были там, и это было не конец и не начало, а вот к серединке отдыха. Ну, в общем, Маша вообще не хочет в Египет, говорит, я бы лучше в Турцию. В Турцию не надо сдавать тесты, пока что. Но не факт, что к тем датам что-то не поменяется, и тоже не ведут то же самое и для Турции. Поэтому сейчас вот последние вот эти вот два дня мы активно на эту тему разговариваем, общаемся вместе все, большой нашей компании, и решаем, что же все-таки нам делать, куда лететь. Но все-таки больше всего, что полетим все-таки в Египет, будем сдавать тест. Вот, сейчас рассматриваем вариант вылет 3 сентября на 10 ночей. Вот, сейчас Маше звонила, рассказала ей это все. Она сказала, сейчас посоветуется с Темой, и мне перезвонит. Вот, мама моя с Сашей за, они хотят именно в Египет, в Санидес. Вот. Артем мой тоже за Египет. Короче, все в основном за Египет, только Маше Египет надоел. Вот, но поскольку у меня день рождения, и я выбираю, где его праздновать, Маше ничего не остается, как согласиться ехать в Египет. Я надеюсь, что Тема поедет с ней. Путевка стоит 755 долларов на 10 ночей, то есть это, в принципе, вообще недорого. По сравнению с нашим морем, в Коблево мы ездили два раза за это лето. Такие же деньги, даже дешевле получаются, прикиньте. Забрала. Наконец-то. Только одна посылка почему-то, я решила, что их две. На самом деле одна. Здоровенная, тяжелая посылка. И... Блин, я сегодня съела два яйца сырых и три орешка. Уже очень хочу есть и пить. Никак домой не доеду. Зашла в Еву, хочу масочек каких-то. Других купить, а то в этой очень душно. Пусто-черные. Соли. Прикольные, кстати. Или просто черные взять. Купила все-таки черную. О, боже мой. Это намного лучше. В ней проще дышать. Там у меня, оказывается, была детская. Я думаю, что она мне так давит? Она маленькая просто размером. А я купила рыбок. У меня теперь три новых питомца. Тонька что-то нашла в зоомагазин. Была там, наверное, час. Меня там консультировали. По всем вопросам. Зачем мне три новые рыбки, когда у меня есть петушок? Вот они тут стоят. К сожалению, у меня уже нет петушка. Да. Об этом видео на канале G-Sled Pets. Поэтому, кому интересны причины, переходите. И там подробности буду. Тут не хочу на эту тему долго рассказывать. Мы тем временем приехали домой. Сейчас будем выпускаться в аквариум. Для начала нужно их опустить просто в аквариум. Я там водичку поменяла в аквариуме. Подмену сделала уже. Короче, все сделала. Ух ты. Нужно подождать немножко, чтобы они адаптировались. Температура сравнялась. И потом добавляем немножко воды из аквариума туда. Где-то полстакана. Чтобы они привыкли к новой воде. Ну, короче, не так просто. Пришел и выпустил рыбку. Нужно еще повозиться немножко. Полчасика. А потом я переверну вот так пакетик. И они сами должны будут выплыть. Когда захотят. Все это снимаю на канал G-Slave Pets. Подробнее. Кому интересно, переходите, смотрите. Так. А я сейчас буду искать фотографию для макета на этикетку. На баночку с кормом для попугаев. Я, наверное, вам не рассказывала. Я собираюсь запустить линейку корм для попугаев. Которым кормлю я. Там специально подобранный состав. Сейчас буду искать фотографию. Придумывать текст. И, в общем, вот так вот буду сейчас заниматься. Работу работать буду. Я сегодня, знаешь что? Я сегодня съела два яйца утром сырых. И три орешка бразильских. Вот таких. В обед. И есть нечего. Помидоров нету. Огурцов нету. Надо в магазин идти. А я с рыбками шла. И не могла пойти купить ничего. Потому что мне надо было их засилить. Пока они не умерли. Пакетики без воздуха. А сейчас от меня уже ждут фотографию для макета. Поэтому мне нужно срочно ее найти. Я не помню где она. Я нашла фотки, которые я думала на обложку. Вот сейчас выбираю. Я думала вообще изначально про вот эту фотографию. Потому что здесь я узнаваема. Ну как, это аватарка канала Jazz Life Pets. Да, вот именно вот это. Вот. Ну сейчас вот смотрю на вот эти фотки. Вот это мне нравится. Вот это прикольное. Корм будет называться Ваша прелесть. И вот мне кажется, что вот эта фотка очень подходит под это. И это Ваша прелесть. Надо этикетку, короче, придумать. Поняли? Ну хотя, вот здесь, где я его целую, попугайчика. Тоже очень Ваша прелесть. Прям. Скину ей пару вариантов. Я думаю, она сделает тоже несколько вариантов, и я выберу. Капец. Я в шоке. Все, не звони мне, не пиши. И развод между тумбочками на рыбалку. Ей сам, короче, все. Ты мне не друг. Спрашивай у Димы, полетит он в Египет или нет. Там третьего числа, по-моему. Третьего. Третьего вылет. Асан, не хочешь сам? Мы будем жить в одном номере. Понял. Да, окей. Нет. Нет. Все. Я разочаровал. Дима просто интересовался тоже, когда мы еще только планировали в начале лета. Египет в конце лета или в сентябре. Дима тоже собирался с нами. Но что-то пошло. А что он сказал? Не получается? Он сказал, они тут по месту едут. Боятся коронавали. А, тут не боятся, а там боятся. А кто это тут у нас не спит? Тебе сейчас спать надо. Так, ищем противовирусный Артем. У тебя есть клизма, я вижу. У всех есть клизма. У меня нет. Хочешь, я тебе подарю? Не знаю. Привет. Подруга не спит. Беттергин. О, беттергин это... Мы собрались в магазин. И заодно в аптеку, если не найдутся нужные лекарства. Артема сопли, и он чихает. Семки есть? А если найдется. А закурить найдется? А белочек есть по правилам. Это когда я по дороге вниз сказала, что я забыла батарейку. А садится фотоаппарат. Что-то у меня... Надо расчесаться пора. А то... Ой, говорили, не электризуется расческа. Смотрите, электризуется. Электризуется. Это потому что нам не искусственная маска, наверное, надета, да? О, капец, смотрите. У, лед. Девушка, аккуратно. Бои, к слову. Так классно, когда сделали этот рыночек. У нас здесь вообще все домашнее. Приходят с села. Смотрите, какая прелесть. Какая прелесть, как я вот это все люблю. Кого? А вот это, стоишь, арбуз держать неудобно. И так его переминаешь, и так. А зачем же арбуз сразу было покупать? Возьмем... Потому что назад уже идем. Возьмем... Возьмем зелень. Хорошо. Ой, возьмем сливки. Хорошо. Там очередь... Ой, 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 беру баклажанчики. Ой, хорошо. Ну, так потому что все видишь, все хочешь, на ходу ориентируешься. Так надо... А как ты хотел? Ну, так я тебя взяла. Да, а в смысле, зачем ты взяла? А, говорит, надо так положить. А что мне сюда наложить, вот так все же ты несешь? И тянуть? Я такой... О, говорит, тачку. О, переминаю, а потом вроде бы еще все... Ой, еще перчик, подождите. Я же не против все убрать. Просто же надо раз, сразу... Хоп-хоп, взяла, 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 взяла. Сразу не получается. Пойди сам, сразу все купи, что тебе надо. Я сразу все и брала, и то, и то, и то, и все, надо. Мы же по два раза в одной и той же очереди не стояли? Нет. Стояли. Нет. Да? Когда ты брала перец, я тетеньку два раза пропустил. Вечно он на меня гонит. Там некоторые пишут. Виктория, что вы возите с Артемом, как с малым ребенком? У меня муж и сын такие, сами в себе все умы сделать, и то, и то. Не занимаются таким эксбекционизмом, как вы. А где это такое было написано? Был такой комментарий, пообестаешь, увидишь. А я говорю, боже мой, какой у вас хороший муж. Любите его, цените. Только я такой плохой, и могу сказать на весь мир, что я плохой. И все знают, что я плохой. А он такой хороший, классный, и никто о нем не знает. Боже мой, снимите его и выставьте на YouTube-канале. Я порекомендую даже, чтобы показали. Все, ты высказался. Ну, просто уже, знаешь, не то, что мне, то, что там пишут мне как-то. Да, да, я вижу. Да реально тебя говорю. Просто люди же, знаешь, кто. Я тебе скажу, большинство людей, которые пишут, значит, у них что-то там не так, как они на самом деле пишут. Потому что нормальные, они бы не писали. Они и так знают, что у них все зашибись. А у меня все зашибись. Смотрите, какой арбуз. Аж трещит. Хоп. И скажите, что? Ох ты, какой красивый. Не зашибись. А я хочу сливку. Блин, смотрите. Сейчас надо это все разложить. Завтра буду делать рагу. Купила синенькие. У меня есть там еще кабачки. Купили картошку. Не, ну вот она. Купили помидоры и эти. Ратун. Перец. Помидорчики купили. Черный принц. Обожаю этот сорт. Ой, как миленько. Ну, очень сладкие и вкусные. Будешь арбуз в последний раз, Паша? Да не хочу я твой арбуз. У меня уже альбинный арбуз. Перчик тоже вкусный. Сейчас буду варить пельмени. Да? На радость, Артем. Но я сначала хочу сливки. Смотрите, мне кажется, она сахарная слива. Укуси. Волосы мешают, не могу. Давай я отломаю. Сейчас пойду волосы завяжу. Давай. Выбрали. Подай, пожалуйста, тарелку. Пока мы стояли трендели с Артемом, нам подсунули несколько гнилых слив. Глаз да глаз нужно за этими продавцами. Слива как мед. Вообще, арбуз после нее, конечно, мне не получится поесть. Она очень сладкая. Ты думаешь, сладкая, чем арбуз? Да. Ну, давай попробуем сразу. Смотрите, он не только лежит на диване, он еще и работает. Это я уже с работой пришел. Короче, там вообще пишут, с кем работает Артем. Ну, давай еще раз. Огласи весь список. Артем пишет, шиномонтажник. Да, я умею освоить ремесло шиномонтажника. Я сам это все делаю, так как я продаю шины. Но я могу бортировать, все это делать, балансировать. Могу бортировать, могу не бортировать. Да, я это все умею, но я не работаю на шиномонтаже. Я продаю шины и работаю в университете. Понятно вам. Кандидат наук в доцент. Понятно вам. Кто там, если вы не верите, забейте. О, ну-ка давай. Фамилию наконец-то расскажи. Забейте. А, точно. Фамилию расскажу. Почему-то держит в секрете фамилию. Ну, ничего, может я когда-то выйду за него замуж. Вряд ли я, конечно, возьму фамилию, потому что я себе клятвенно обещала больше фамилию не менять в своей жизни. Черныши, а так и останусь. У меня красивая фамилия. Красивая у тебя фамилия, но я не хочу этот геймер с документами. Смотрите, какие у меня красавцы плавают тут. И креветки все, смотрите, повылазили, повылазили. Раз, два, три, еще где-то две. Короче, нормально они себя чувствуют без петушка. Нам, конечно, его будет не хватать, но сильно тут никто не печалится, видите. Вот так. Только креветки с этой радостью. Так я же говорю, креветки тут вообще наконец-то могут себя чувствовать нормально. Я еще заказала рыбок. Пришла, говорю, ну что ты тут, когда уже кушать готова почти, когда ты закончишь? Он говорит, да, я поправился, смотрю на себя со стороны. Я говорю, наверное, от моей невкусной еды поправился, да? Так я ем только у тебя. Ну так я же к тому и говорю. Мне же пишут, то я невкусно готовлю. Вот Артем и поправляется. Или это не полезно? Да, да. Вернемся к полезной еде. Мне тут много зелени, овощей. Но на ужин у нас пельмени. Прям так захотелось пельмешек. Но они максимально типа домашние. Ну, куплены в магазине, но там свое собственное производство. И очень классно их готовят. Прям вообще очень вкусные. Это куриные. Мы тут только что поняли. Артем сам сказал, что если я поеду, говорит, в Египет, я же там точно потолстею. Но я не еду в Египет. И это и есть правда. Поэтому в Египет мы его с собой не берем. Но он тут же сказал, что если он не поедет в Египет, то его откормит мама за эти дни все равно. Нет, я такое не говорю. Говорил. Нет, она вам как всегда уже. В общем, я не знаю, чем закончится весь этот разговор про Египет. Но всем приятного аппетита. У нас пельмени, как у меня. Вкусные пельмени? Ну, такое. Опять такое? Это уже не я готовила. Опять такое? Короче, ему просто не угодишь. Вы поняли? Да вкусные. Но как пельмени могут быть невкусные? Всем приятного аппетита. Подписывайся на канал ВВиктория. Вот так надо сказать. Давай. Нет. Да. Надо. Давай. Приготовьтесь. И подписывайся на канал ВВиктория. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»